привет youtube привет друзья я вас приветствую на своем канале не удивляйтесь на сегодня речь пойдет о бленде да да вы не ослышались о бленде и этот бленд ничто иное как джонни уока гольд лейбл почему стоит дюос да потому что я хотел бы в итоге этот бленд джонни уока гольд лейбл сравнить с дюосом 15 лет почему так ну сейчас я попробую объяснить джонни уока гольд лейбл был выпущен давным-давно первые релизы выходили в мае 1920 года и были посвящены столетию существования джонни уока свое название гольд лейбл этот бленд получил от названия гор которых когда-то было найдено залежи золото и это ты стиллерия которая получает свою воду из этих кор называется не иначе как кляниш будь и является кляниш так называемым лид молотом то есть основным односолодовым виски который входит состав этого бленда в него входит 25 различных сингл молотов и три грейна 3 индустриальных виски в европе джонни уока имел свое время возраст 18 лет но потом хозяин джонни уока концерн гаджо решила убрать возраст этикетки и стала просто джонни уока gold label reserve почему я сравниваю с 15-летним ну потому что ценовая политика он лежит где-то между 35 45 еврами этот виски по цене получается где-то приблизительно с 15-летним блендед молотом джонни уока green label и поэтому скорее всего что там есть и старые виски скорее всего что там есть и очень молодые я писал средний возраст 15 следующий был бы 18-летний потом а 18-летний мы сравним с диосом 18 лет из чива с ригалом 18 лет это как анонс уже на будущее обязательно сделаю сравнение на вот эти три различных бленда джонни уока 18 диос 18 и чива с ригал 18 ну что вот джонни уока джонни уока gold label виски я покупаю все там же это это будет у нас с диосом 15 лет я делал уже видео так что вы можете зайти ко мне на канал кто захочет кого интересует это найдите на диос 15-летний видео оно есть это будет у нас с диосом 15-летним а вот сюда здесь у меня будет джонни уока gold label виски я покупаю все там же это от леванты все из той же немецкой фирмы simple sample я доволен с ними работаю довольно уже долго и пока все хорошо складывается так это у нас джонни уока gold label reserve предположим ему 15 лет но наверное так оно и есть где-то средний возраст если брать старые молодые будет около 15 лет а контрагент у него сегодня диос 15-летний вот так что касается цвета но слушайте давайте я вам покажу хотя особой роли это не играет вот так я не думаю что это существенно повлияет на что-либо цвет цвет у обоих не натуральный этот диос называется монарх ему 15 лет сцена его он превышает цену джонни уока его цена приблизительно 45 48 евро по сравнению с 35 40 43 за джонни уока все-таки разница есть в бочке но слушайте я наверно не знаю наверно бурбонные бочки основная масса где у вас тут информация намного больше джонс все таки принадлежит то есть джонсу принадлежит и оба фэлди и поэтому ты мастер-бленда госпожа маклеот которая работает и наделась его оба фэлди а также крикалахи она креировала она делала этот плент и берется грейн то есть берется в индустриальной виски берется односолодовый виски они выдерживаются 15 лет бурбонных и хересных почках потом это все вместе купажируется и потом еще на какое-то время помещают почки для образования гомогенного бленда и там держат какое-то время то есть вот этот практически индустриальные виски он интегрируется вместе с обычным односолодовым и вот получается вот этот довольно интересный бленд а джонни вока наш пациент сегодняшний мне кажется это бурбонной бочки я точно не знаю но просто решил сравнить два 15-летних бленда давайте возьмем джонни вока и оценим его аромат ну смотрите 15-летний джонни вока gold label медовость легкая совсем чуть-чуть легкая грушевость и яблочность но это легкая абсолютно легкая пряность от бочки каком соотношении здесь количество индустриального виски зернового виски к односолодому я сказать не могу чувствую ли я что это бленд или нет наверное да потому что чуть-чуть в металлический оттенок отдает чуть-чуть чуть-чуть аромат ну скажем так массивной фруктовости нет first fill здесь этот бурбон не был узналю я здесь клянишь слушайте здесь 25 различных видов синемота нет конечно что еще но джонни вока очень часто входил карду из жонни вока я пил red label я в отпуске делал обзор на него даже маленький потом я пил black label 12-летний потом я пробовал green label я пробовал 15-летний у меня довольно таки неплохой виски за свои деньги blended malt 43 процента там и клянишь там и каила немножко немножко торфяной неплохой абсолютно за эти деньги неплохой был бленд а теперь вот гол плей был я еще ни разу не пробовал вот это моя премьера с ним сказать что это глубокий виски такой много слоевой нет легкая сладость легкая ячменность легкая чуть-чуть маленький металлический как я уже говорил в нотке медовость грушовость яблочность и пряность от дерева но насколько хороши здесь бочки они в берусь судить сладость до сладости медовость наверно вот это то что я бы сразу сказал бы сладости медовость сланча 40 процентов попробуем сладче первый глоток эти 40 процентов они они очень да они они здесь чувствуется алкоголь острый виски водянистый как заходит в рот тепло ушел и исчез во рту он сладковатый порту он немножко чувствуется злаковая может быть ячменя может быть и другие злаковая немного совсем немного яблочности совсем немного давайте я вылью слушать это 50 миллилитров так нечего смотреть на него не больше не меньше здесь этот виски я еще расскажу довольно плосковат довольно плосковат для кого он ну чтоб так прям любители бленда и мы говорим о виски которые все-таки уже в какой-то возрастную категория down and no statement стал но тем не менее где-то вот если взять все спирта то может быть где-то мы и около 15 лет сладковатый пряности горчинка от дерева бочки наверное здесь не очень хорошая он мне не противный он довольно таки довольно таки петельный но слушайте у меня после того что я пробовал другие виски особого такого вау эффекта здесь нет ну я и не ожидал никакого эффекта не просто было интересно сравнить его все-таки с диосом от которого я ожидаю намного больше намного больше еще раз ланчик острота от алкоголя с горечью немножко бочковой легкая кружилась легкая яблочность во рту медовость да но это все по чуть-чуть и после вкуса очень коротко но это боже практически я только теплота во рту осталось джонни вока гольд лейбл резерв попробую сейчас дес сделаем свое мнение об этом а это поинтереснее это поинтереснее здесь здесь намного больше фруктовой ароматики намного больше здесь и груши спелые и яблоки спелые здесь и немножко изюма немножко апельсина и немножко выжатого лимона и чуть больше ванили с карамелью и риска этот риски по качестве не по ну качестве он дороже и мне кажется и по вкусу этот риски будет превосходить сейчас попробую слайдж он тоже не сильно вязкий он тоже под конец чуть-чуть алкогольная острота отдает но хересность здесь ему присущи и это чувствуется и сейчас тоже это не самый массивный шедевр который я пил но из двух наверное я отдам свое предпочтение диосу он побогаче по палитре он побогаче он чуть разносторонне разноплановее нежели плоский gold label reserve и хересность ему присущи это хересность дает дает ему дополнительные хорошие симпатичные фруктовые нотки это не шедевр тоже нет изюм немножко даже грецких орехов присущи здесь опять слаковость в том числе и ячмень конечно же после вкусе у него намного длиннее чем у gold label вернемся к нему до сих пор еще во рту где у вас он называется монарх the monarch 40 процентов виски бейс у него 158 675 по виски бейсу набрал даже 80 пунктов не набрал а наш gold label наш сегодняшний гость или пациент скажем так он виски бейс у него 50 956 у него 78 пунктов ну так еще диос есть джонни вока ну да медовость вот вот я не чувствую этого виски никакого никакой дымчатости нет этого нет тут однозначно тут и близко не лежал какой-то торфяновый виски наверное состав его если даже и входят вот три капли не чувствую я айлы здесь присутствия нет алкоголь алкоголь и пряность от бочек не хочу сказать что она безрыбья и рак рыба что если другого ничего нету gold label резервы довольно достойный представитель семейства джонни вока но наверно что у нас следующий 18 летний но это дойдет еще до этого дойдет у нас есть мы попробуем его в следующий раз а сейчас gold label резерв ну что имеем то имеем переключимся еще раз десу последний клоточек давайте сделаем нос однозначно дес более сладкие более фруктовый причем эти фрукты как я уже говорил это в том числе и сухо фрукты и спелые яблоки и груши нож предпочтение однозначно идет весу сланчак ну не такой явно выраженный алкоголь как у джонни вока хотя еще раз повторю когда я начинал свой путь как блогерство и джонни вока был диаз был один из тех чего я все начинал и тогда я сказал что он да он он неплох сейчас по прошествии времени пробую различные сингл молдой а мы говорим о цене повторю сейчас по моему 40 45 евро если конечно вы купите его за 25 хотя бы этого нигде не найдете он того стоит но за 45 евро евро можно купить кляймеш 14 да и кляймеш 14 лет сингл молд будет в тысячу раз лучше ну не в тысячу но будет в разы лучше нежели диаз 15-летний возвращаясь сейчас к нашему к нашему джонни вока можно сказать что однодименциональный запах медовость чуть-чуть ореховость чуть-чуть чуть-чуть яблоки чуть-чуть апельсинка чуть-чуть лимон ну и все неплох но и все то есть но и все хорошо друзья я подготовил стихотворение сегодня у нас литературный уголок мы уже как-то это дело давно забыли сегодня у меня юрий левитанский со своим стихотворением 100 друзей 100 рублей не копил не умел 100 друзей все равно не имел из чего захотел 100 друзей 100 друзей это же целый музей 100 как библия мудрых томов 100 умов 100 высотных домов 100 морей 100 дремучих лесов 100 вселенных заманчивый зов скажешь слово одно и оно повторится на сто голосов ах друзья вы мудры как сократ вы мудрее сократа сто крат только я ведь и сам не хочу чтобы 100 меня рук по плечу 100 сочувствий искать не хочу 100 надежд хоронить не хочу юрий левитанский сборника земное небо 1963 года друзья мои джонни вока gold label 40 процентный прошел холодную фильтрацию виски имеет ненатуральный цвет виски стоимостью 35 37 33 максимум 40 евро ну вот между 35 и 40 ну еще раз бленд имеет место быть и есть шикарные бленды я наверное подойду когда нибудь к бленду который делал билли уока whitehazer я думаю я его попробую 15 лет на них тоже кстати есть и есть 21 летний который довольно неплохо себя рекомендовал есть хорошие бленды еще в мире виски есть честно говоря джонни вока gold label я бы к этой категории хороших блендов с моей точки зрения не отнес бы как говорится будете проходить проходите идите в другую полку и возьмите там что-нибудь за эти деньги если вы найдете конечно за эти деньги что-нибудь другое то возьмите что-нибудь другое односолодовое наверное вы будете больше иметь 12-летняя может быть если есть возможность нет ну что ж найдите даже в том что у вас есть те маленькие прелести которые этот вечер вас бы приукрасил этот вечер с этой бутылкой виски может быть друзьями вы провели бы в нормальной хорошей атмосфере поговорили о чем-нибудь хорошем не думая слишком о качестве виски которую вы пьете хорошо на этом я буду заканчивать у нас сегодня был gold label johnny walker gold label и был сегодня duos the monarch double aged 15 лет вот на этом я буду заканчивать друзья мои лайки и дизлайки пожалуйста вы это все знаете ничего нового я вам не скажу остаемся людьми остаемся на правильной стороне жизни мы продолжаем дальше наш путь по этой жизни мы идем я считаю достойно по этой жизни я думаю те кто меня смотрит так это и делают уважают респектируют людей с которыми приходится общаться не унижают никого я думаю жизнь того стоит идти по неисподнятой головой я думаю нужно жить и давать жить другим этой жизни за вас за вас кто меня смотрит заходите ко мне на канал кто хочет можете подписаться здесь довольно неплохой тон разговора друг с другом мы уважаем друг друга еще раз за вас друзья мои слайдже ну алкоголь эти 40% они очень островаты и дерево сладость алкоголь эти 40% дерево медовость чуть-чуть яблочко чуть-чуть кружки чуть-чуть ореха на этом все и заканчивается добро с вами